Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. В первой части нашего бизнес-канала, который, я напомню, начинается именно в это время, мы встречаемся с представителями российского бизнеса. Сегодня замечательная тема. Назвали мы ее «Рынок экологических продуктов в России». Хотя слово «экологический», вот мои гости уже на это отреагировали не совсем корректно, наверное, с их точки зрения, но будет о чем поговорить, как минимум. Тем не менее, я повторю, тема сегодняшней программы «Рынок экологических продуктов в России», как еда попадает от фермера к покупателю, и кто такие фуд-брокеры, оказывается. И такие брокеры существуют. Сегодня в гостях Олег Гладков и Максим Батраков, основатели сервиса по доставке фермерских продуктов «Городские ковбои». Добрый вечер, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. Ну что ж, уважаемые слушатели, для вас, для вас я напомню, есть телефон в студии 651099.6, код Москвы 495, который вы можете воспользоваться, чтобы задать свои вопросы нашим сегодняшним гостям, ну или поделиться собственными наблюдениями. Также для этого существует сайт компании финанс.фм. Ну что ж, давайте начнем разговор. Первый вопрос. Ну, давайте, собственно, вопрос-ответ, что называется. Кто такие фуд-брокеры? Фуд-брокеры — это игроки на рынке фермерских продуктов, которые объединяют большое, ну, либо достаточное количество заранее отобранных фермерских хозяйств по России в данном случае, дабы создать широкий ассортимент различного рода уникальных продуктов фермерских, чтобы обеспечить качественный сервис по доставке непосредственно к потребителю. Ну, то есть фуд-брокер. Брокер — это посредник некий, да? В данном случае фуд-брокер — еда по-английски. Он что делает? Он посредничает между кем и кем? Он своего рода передаточное звено между фермером, то есть человеком как производителем и потребителем. То есть до прилавков магазинов, да? Нет, может быть, до прилавков магазинов, либо напрямую к потребителю, потому что фермерские продукты — это, как правило, продукты свежие. То есть свежие продукты — это охлажденные продукты, либо там незамороженные, да. То есть, ну, есть у нас, конечно, в ассортименте и заморозка, присутствуют там северные деликатесы, да, которые тоже хотят наши потребители кушать, но их в охлажденном виде не доставишь к нам. А такие вещи, как птица, там молочная телятина, баранина, молоко, и производные сыры, творога, да, они, как правило, имеют от трех до пяти суток сроки хранения, поэтому доставляются напрямую, без всяких прилавков от фермера, и уже мы везем конкретному клиенту, чтобы он быстренько это скушал, порадовал своих близких. Я остался довольным, что самое главное. Ну, а в этом случае, тогда второй вопрос, вот то, о чем мы обсуждали, то, что мы обсуждали за эфиром, чем отличается экологический продукт от фермерского продукта? — Постараюсь объяснить разницу, то есть, как я ее понимаю, да, лично для себя. Словом, экологически чистые продукты многие пытаются манипулировать сейчас. То есть, можно легко наклеить наклейку эко или био, и завысить свою цену в два раза, или то и выше, и продавать это под маркой того, что все это натурально и чисто. — Погоди, легко наклеить эту этикетку, потому что никто не контролирует, что хочет эту клеить? — Потому что в России, как таковой, нет утвержденной системы эко-сертификации, эта область пока не стандартизирована, стандарты только разрабатываются, и в будущем будет возможно утверждаться. Поэтому сейчас этот рынок такой свободный, он наводнен таким манипуляциям со словом эко и био. Поэтому мы называем продукты свои фермерские, потому что они по-настоящему доставляются от фермера к покупателю напрямую. — То есть, во-первых, ты дистанцируетесь от этого непонятного эко, да? Поскольку нет сертификации непонятных, да? Кто угодно может назвать свой продукт. — Ну да, то есть просто здесь нет прозрачности. Эко или органик там, да, за границей в Европе — это класс понятий, которые к российскому рынку не имеют никакого... — Ну то есть там есть эта сертификация, и там можно понять, о чем... — Да, то есть там этой сертификации сложно, это проходит несколько этапов, нужно получать сертификат такой несколько лет. В России можно просто наклеить наклейку. — Что гораздо проще. — Поэтому нам проще... Ну, один из принципов, по которому мы работаем с нашими клиентами, это честность и открытость. Поэтому мы... — Ну в данном случае, смотрите, вы не называете продукты, ну не свои продукты, а продукты, которые вы занимаетесь экологическими, ну по понятным причинам, вы назвали их фермерскими. Это что-то меняет? Вот фермерские продукты... Если я слышу это название, я однозначно понимаю, о чем идет речь. Так это? — Тут, конечно, нужен подтекст определенно, потому что ферма может быть и фермой 10 тысяч голов, 50 тысяч гектар. Это тоже своего рода какая-то ферма. Может, ее владелец, да, крупная ферма. То есть мы работаем с небольшими фермерские хозяйства. То есть мы агрегатор небольших фермерских хозяйств. — Это принципиально именно небольшие, потому что там... Ну вы когда принимали такое решение, вы делали выбор. Мы не будем с крупными работать, а будем с мелкими, потому что... Вот что, какие преимущества для вас или для конечного потребителя дают именно мелкие фермерские хозяйства? Ну давайте по-моему. — Это заинтересованность, в первую очередь, фермера, как производителя, да, и заинтересованность нас в точке зрения контроля качества конечной продукции. Поэтому выбирали именно принципиально мелкие, мелкие фермы. — То есть крупный он, поскольку он крупный, он не особенно заинтересован. — Крупным это неинтересно. Крупных ферм в большинстве своем одни интересы — это производить сырье, которое в дальнейшем служит там, ну, для получения какой-то выгоды. Вопрос качества тут... — На втором месте. — На втором месте, да. То есть, естественно, качество какое-то обеспечивается, но именно такое, которое описано в ГОСТах. — Именно поэтому и вы не особенно можете нажать, да, на крупного фермера, сказав ему, что... — Ну, мы ему неинтересно, потому что совершенно другой рынок, крупное фермерство и наше. То есть у нас фермеры, которые имеют небольшие фермерские хозяйства... — А они чем мотивируют в таком случае? Вот ты говоришь, крупный фермер, он производит нечто, чтобы потом продать и заработать денег. А мелкий фермер, у него другие, более благородные цели. — Ну, во-первых, фермер мелкий, который в душе хочет стать когда-то большим, ему нужно как-то расти. Так как у него нет бюджетов ни на рекламу, нет возможности временных ресурсов каких-то на развитие, нет своей логистики зачастую. В этом плане мы являемся полезными друг другу. — Вы все это способны обеспечить, да? — Да, конечно же. Мы у всех своих поставщиков, мы приходим зачастую, когда у них нет логистики, но есть качественный товар. И мы решаем эти проблемы для них, а они решают проблему производить качественный товар. То есть их вопрос — это заботиться о том, чтобы все было качественно и при росте качество не упало. Наша задача — обеспечивать доставку от фермера к клиенту и контролировать как бы... — Ну давайте, поскольку мы о качестве заговорили, хотя очень много тем, которые уже заинтересовали меня как минимум, о качестве мы заговорили. Понятно, что в этом случае вы каким-то образом, да, если не определяете, то сертифицируете неправильно сказать, по крайней мере, планку задаете качество. А откуда вы ее берете? — Вообще, когда появилась идея, идея, ну зайду издалека, идея появилась такова. Мы хотели заниматься тем, что нам будет приносить не только деньги, но и удовольствие. То есть хотели заниматься чем-то полезным, интересным, таким, чтобы идея нас зажгла и двигаться вперед, делать хорошее что-то. — Причем если еще раньше, извини, я зайду, это не обязательно должно было связаться с сельским хозяйством. — Не обязательно. — Просто вот задача была такая, хотелось интересно, чтобы... — Да, задача была такая, вот, собственно, нашли идею и начали ее развивать. Так сказать, подумали, думаем, ну найдем поставщиков, думаем, вместе за три. Определили критерии, то есть это должны быть там люди открытые, честные, к которым может в любое время приехать наш покупатель, посмотреть, сам попробовать там, да, там... — А это возможно? — Это возможно, да. То есть мы по этому принципу искали наших поставщиков. Думали, что поиск поставщиков займет порядка трех месяцев. Оказалось так, что чтобы найти 20 фермерских хозяйств, да, ну чтобы ассортимент был наиболее полным для наших клиентов, у нас ушло год и три месяца. — Да ты что? — Ввиду того, что... — Ну начали... — Ровно на год больше, да? — Да, да. — Планировали три месяца. — Начали щупать рынок, понимаем, что этот не подходит, нет прозрачности, да, то есть он вроде говорит, что да, да, может, когда говорим, что мы сейчас к вам приедем. — Подожди, Олег, а какую географию? География какая была? Вы искали из фермерских хозяйств в каких пределах, может быть? — География была... — Учитывая, что ты говорил сейчас, да, о северных границах нашей Родины, особо это не принципиально, уже может быть, а тогда было важно, нет? — География Российской Федерации, то есть мы преимущественно работали вот именно вот с нашим... — Ну не имелось в виду, я, может быть, узко там, Московская область, Московская, Владимирская, Смоленская, чтобы недалеко ехать. Я сейчас, извините, веребью, потому что у нас новости на Финам.ФМ, мы их с удовольствием слушаем, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. В эфире «Бизнес-класс». Я Олег Дмитриев. Сегодня у меня в гостях фудоброкеры. Правильно, Максим? — Правильно, правильно. Зовут их Олег Гладков и Максим Батраков. Они основатели сервиса по доставке фермерских продуктов «Городские ковбои». Ну и сегодня мы обсуждаем рынок... Вычеркиваю это слово из названия. Хотя, может быть, экологических тоже было бы корректно. Но я соглашусь с моими уважаемыми гостями. Действительно, если нет никаких правил по установке этого термина, по определению этого термина, что такое экологический продукт, это, оказывается, тот продукт, на котором есть наклейка «ЭКО». И все. Он может быть абсолютно разным, абсолютно неэкологичным. А вот понятие фермерское, хотя, в принципе, тоже оно не сертифицированное некое определение. Ну, по крайней мере, с вашей точки зрения, понятно. Ну, могу раскрыть понятие. То есть, вот, допустим, мы для себя его сформировали таким образом. Когда изучали вообще нашу аудиторию, то есть тем людям, которым действительно интересны качественные продукты, мы поняли, что для них важна открытость. Они должны понимать, откуда взялся конкретный продукт. Вот почему эта морковка, которая визуально не отличается от той, которая в магазине, стоит дороже, и почему я ее должна купить. Мы поняли, что для клиента важно, чтобы клиент мог реально увидеть, где эта морковка выросла. Чем ее поливали, кто ее поливал, кто ее в руках держал, что это за человек, как она добралась до Москвы, во что она упаковалась. И потом вот она пришла, я ее положил на стол себе, к своей семье. Я больше всего проник сейчас фразой, что это за человек вырастил эту морковку. Безусловно. Почему городские ковбои? Потому что мы опять-таки углубились в наших фермеров, расскажу о них. Почему городские ковбои? Это в первую очередь люди, которые осознанно начали заниматься сельским хозяйством, фермерским, так сказать, продуктом. То есть городские ковбои, это не вы? Нет, это не мы. Это люди, которые... Это в большинстве случаев, 90% наших фермеров, это бывшие горожане, которые занимались чем угодно. Кто-то бизнесом, кто-то работал, так сказать... В госструктурах. В госструктурах. Кто-то работал дизайнером. Они в свое время абстрагировали... Сейчас дизайнеры, теперь выращивают морковку. Куриц. Выращивают куриц, причем обалденных. Серьезно? Да, цесарок, куриц, индейок. Хочется сказать, дизайнерских куриц, да? Ну, вряд ли. Они абстрагировались от городской суеты, уехали, так сказать, на ферму. В другую действительность. В другую действительность. Купили там жилье и возделывают, собственно, каких-то животных либо там овощи, в первую очередь и для своего корма. Некоторые даже на этом особо не зарабатывают, чтобы своя семья хорошо кушала, ну, а, так сказать, излишки продают, собственно, по местным и в том числе и нам. Мы их нашли, они должны были быть открытыми, чтобы в любое время можно к ним приехать, либо мы, либо наши клиенты, посмотреть, как реально вот растет вот эта морковка, как вот эта курочка, что она ест, какие яйца она несет, как вот этот вот там мед. И, собственно, поэтому пришло название «Городские ковбои». То есть это люди не просто какие-то «Деревенский продукт». Да, мы специально отходили от этого названия, чтобы говорить о качестве. Вот тут вот, когда это момент, вот, собственно, этичности, да, как бы, что я буду кушать, да, кто действительно это брал, да, там, не знаю, там, мыли руки эти люди, которые брали это все дело. Ну, это же очень интимно, да, еда. Что вот реально есть? Я тебя слушаю, прям ты максималист какой-то. Ну, мы живем в 21 веке, ну, какой, может быть, да, разговор, кто там ее брал, когда это было-то, пока она ко мне на тарелку попадет, сколько метаморфоз в этом пути, да, с этой тоже, с той же морковкой, с гурочкой. А вот для наших клиентов это важно. Если позволишь, тогда я бы другой акцент сделал, из твоего рассказа, по крайней мере, согласишься, может, Максим, согласись, с таким мнением, важно даже не столько, что это продукты произведены, ну, вот, на ферме, на конкретной какой-то, да, что они, так сказать, их поливали хорошей, нужной водой, удобряли нужными удобрениями, но учитывая то, что большинство людей, которые вы работаете, они, у них метаморфоза произошла в жизни какая-то, об этом же надо сначала, наверное, сказать, чтобы вот жили-жили люди обычной, да, своей серой будничной жизнью, так давайте прямо говорить, а потом у них что-то в мозгу тик и нарушилось, причем я не обязательно говорю, что они там сошли с ума вдруг неожиданно, да, ну, у них мировоззрение поменялось, правильно, вот, это поступок обычному городскому жителю из Москвы, тем более, да, все продать, распределить и уехать куда-то курочек выращивать, ну, вот, сейчас нас даже слушают, если уж у кого-то рука поднимется к телефону, я хотел бы услышать даже это мнение, ведь с точки зрения обывателя это воспринимается всегда как, ну, ненормальность какая-то, так вот, я к чему веду, что, да, вы работаете с людьми, которые вот, такая метаморфоза в жизни произошла, и потом, может быть, логично говорить, да, что мы речь ввели, да, о неком честном предпринимательстве, да, что для них, наверное, уже естественно, для этих людей, да, потому что они наверняка так серьезно, кардинально, изменив свою жизнь, они уже вот на какие-то мелочи размениваться не будут, об этом речь, Максим, может быть, может быть. Некоторым людям, которые уехали специально заниматься фирменским хозяйством, у них в Москве есть действующий бизнес до сих пор, кто-то продал бизнес в свое время, то есть там большинство людей проблем с деньгами нет, то есть то, что они делают, они делают не ради денег, они все по-разному пришли к этому, то есть разными путями, но в итоге итог один, все занимаются делом, который они действительно любят. Включая вас, извини, да, я переверну. Да, мы тоже как бы пришли в это дело, ну, не после школы, у нас есть свой бизнес, и до этого были несколько успешных проектов запущены еще, но в этом деле, как уже говорил Олег, надолго, то есть пришли, углубились и поняли, что здесь такая большая история, которая нас затянула, и мы здесь еще долгое время будем находиться. Это здорово на самом деле, все-таки, да, не так часто, я честно вам признаюсь, не так часто в разговоре о бизнесе, да, приходишь к мнению, что мотивации для бизнесмена на первом месте, да, в ряде мотиваций, не деньги, не так часто это происходит, поверьте мне, поверьте. Хорошо, говоря о величине или о размерах бизнеса, мы начали, да, Олег, разговор о географии, вот расскажи опять, да, помнишь, три месяца, да, пытались за три месяца, план построили, бизнес-план, год и три месяца. Поставщиков, я говорю, так искали по-разному, искали и по знакомым, искали в интернете, искали, что говорить, там, и у конкурентов тоже, да, смотрели, много было способов, много было выездов, холостых выездов, работа произведена, но принципы были сформулированы даже вот спустя какое-то время, а мы их отточили, это следующее, у поставщиков должен быть качественный продукт в динамике, не в моменте, а в динамике. Что это значит? Это значит, что сегодня мы взяли у них продукт одного качества, а послезавтра, через месяц, через неделю, он должен быть в динамике качественным, всегда качественным. Собираем обратный звезд от наших покупателей, покупатель является таким контролером, если что-то пошло не так, если в динамике постоянно что-то не так, то поставщик просто меняется на другого. Это тоже для покупателя это преимущество, потому что он работает не с одним фермером, он работает с брокером, который заботится о том, что он ест. То есть мы, можно сказать, думаем, что едят наши клиенты, мы думаем за них в этом плане. Это здорово. Ну вот дальше, второе качество, то есть он должен иметь возможность принять наших клиентов, и они могут там даже, мы даем контакт, чтобы он напрямую съездил. Может пожить там. У некоторых есть инфраструктура. Чтобы он приехал напрямую и там купил у него продукт, чтобы убедиться, что действительно продукт от этого конкретного фермера, и вот тут он возделывается. Параллельно можно покататься на лошадях, если говорить о Токсане Крулевой, да, там лошади, тройка, баня. Ну это такой, как говорят, такой экотуризм. Экотуризм, да. Можно и поработать, как бы тоже интересно, там кто-то хочет корову подоить, тоже, в принципе, люди допускаются до этого. Некоторые там... Чтобы в Фейсбуке потом выложить эту картинку, трогать. Ну можно, а можно просто ребенка привезти своего, чтобы ребенок корову увидел. Это тоже классно. Да, согласен, согласен. Третий момент, мы стремились, по крайней мере, к тому, чтобы у наших фермеров был в Москве собственный сбыт. Не везде это получилось, но зачастую это... Не везде получилось, почему? Они сами не особо заморачиваются, я так понимаю, этим, да? Ну кто-то заморачивается, кто-то не заморачивается. Есть продукты там со сложной логистикой, но они очень качественные и востребованы нашим клиентам. Там, допустим, есть у нас там колбаса, которая идет из Камешкирского района Пенинской области. Вау. Это какой-то специальный район? Она колбаса без консервантов, без каких-либо... Хранится всего 10 суток. Очень качественный продукт. Ну и, соответственно, фермер говорит, у меня нет возможности ее довезти. У него реально нет возможности ее довезти, поэтому мы вынуждены... Да вы... Не, вынужден, тогда вы идете, вы же видите, очевидно, что это того стоит, правильно? Конечно. Тогда вы идете на то, что... Конечно. Это старое производство, то есть оно было еще при Советском Союзе, это был такой колбасный цех местного значения, он там снабжал в Пенинской области какой-то округ определенный, да? После распада Советского Союза... Там даже я предположу не округ какой-нибудь, а куда боссы советские приезжали отдыхать, пострелять, обычно так же это бывает. Им же все лучше обычно делалось, и остальные уже так... Что останется? Такой небольшой цех, там буквально три коптильных камеры, ну и после Советского Союза, после распада местным жителям там удалось все это сохранить, то есть был человек, который не занимался производством как такового, но просто консервировал его и нанимался тот же, который все это охранял до определенного момента. Ну потому что понимал, что есть ресурс, есть оборудование чехословацкое, есть там камеры коптильные, которые, в принципе, если их хранить в тепле, они никуда не денутся и какое-то время не могут, ну, их заново можно запустить. Я тебе хочу сказать, это редкость подобные люди, наверное, ему памятник надо ставить, да, представляешь? Вот в то время все несли только, что плохо лежит там, ничего нет, никто не... Да, тем более оборудование, это цветной металл, сами знаете, как все это происходило, все откручивалось, продавалось. Конечно, 20 раз уже можно было на цвет нет сдать уже. Я не помню, какое количество видов, 5 или 6 видов натуральные копченые колбасы, рубленные, которые сделаны 100% из мяса. И местного производят? И специи. Да, мясо местное фермерское, то есть их тоже выращивают местные фермеры в небольших своих хозяйствах. Все это скупается и производится все там на месте. Колбаса хранится 10 дней, в ней есть только мясо, дым и специи. Ну, соль там еще. Логистики своей нет, они продают на местном уровне. Так вкусно рассказал про дым сейчас, я прям представил, открываешь колбасу и оттуда дымок такой легкий. На ольховых опилках там все это делается, мы сами были на производстве. Потрясающе. Здорово, очень вкусно. Я сглотну слюну, а мы тем временем послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодняшняя тема рынок фермерских продуктов в России. Как еда попадает от фермера к покупателю? Кстати, вопрос уже, на него, точнее, постепенно формируется ответ. Я уже дорожку примерно эту вижу. Вот на примере как раз этого хозяйства в Пермской, да? В Пензенской области. Извините, пожалуйста. Значит, я еще раз представлю гостей. В студии сегодня Олег Гладков и Максим Батараков, основатели сервиса по доставке фермерских продуктов в городские ковбои. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Присоединяйтесь к нашему разговору. Задавайте вопросы. По крайней мере, очень интересно поговорить о том. И мой следующий вопрос. Насколько насыщен рынок подобных услуг с точки зрения вашего фудброкера? Много у вас конкурентных, так сказать? Хороший вопрос. Здесь, на рынке, с точки зрения именно фудброкерства, есть, ну, немножко расскажу, есть фермы, которые сами производят и сами продают. То есть у них есть, да? У них есть, собственно, и свой сбыт, и есть своя ферма. Таких на рынке, думаю, может быть порядка четырех, там, пяти. И порядка... Четырех-пяти. Четырех-пяти, да. Ну, по крайней мере, из тех, которые вот ярко себя более-менее позиционируют на рынке. Они крупные, мелкие, средние, как их можно в этом смысле? Ну, их можно назвать всех, так сказать, средними. Средними, да. Вот так, да. И есть порядка 15 фудброкеров различного масштаба. Некоторые просто страничка в интернете, попытка, так сказать, заработать, думают, что сейчас сделают, и все, и ей все попрет. Многие так думают, учитывая, что, да, ну, как минимум, вот, доступ к интернет-ресурсам не такое затратное дело, да? Действительно, что надо? Давайте я сейчас страничку сделаю, это там сколько? Десять тысяч рублей. Да, телефон, вот у нас девочку посажу, и у меня есть две газели, там, что еще надо, да? Да, да, то есть на самом деле такая, есть такое заблуждение, поэтому из 15 фудброкеров, которые находятся на рынке, порядка, думаю, там, шести-семи, они мертвые. То есть у них либо этот проект АБК существует, либо там работают сами собственники в единичном, так сказать, лице, и они берут, и везут, и доставляют, и упаковывают, и делают все подряд. И продают, и едят. И едят, да. Мультик, помните, да? А вы что за меня и есть будете? В этом случае актуально, да, потому что продукты свежие, если не продал, придется и есть самому. То есть есть тоже, думаю, такие проблемы, потому что у нас на первых этапах... А, кстати, вы сталкиваетесь с таким проблемой? Ну, конечно, на первых этапах были такие трудности, потому что везти нужно какой-то объем продуктов, и мы не знаем, какой объем продуктов купится, если, например, говорить о той же самой Пенецкой области, да, продукт, который ведется под заказ, то есть какая-то партия, ну, небольшая там ведется. А остальное просто под реализацию, да? Остальное кушаем. Я с Олегом, мои семьи и друзья, ну, кушали. Не, ну, на вас, глянь, не могу сказать, что вы измождены, да, поеданием колбасы круглосуточным. Не, ну, действительно, вот, а куда в таком случае? Вот просроченные, да? Вы же не можете пойти на компромиссы сказать? Ну, бывает просрочится, потому что мы работаем в этом проекте постоянно, поэтому мы знаем, что если у нас это что-то там портится, мы его возьмем там домой, там, скушаем, до того, как оно испортится, прежде чем, ну, нет таких, как бы, ну, были там случаи с овощами, ну, их там выкидывали единичные там, да, но сейчас, как только мы это уже все вклинились, освоили, что, где, как это хранится, в плане, так сказать, ну, овощи, они подольше хранятся, да, а вот то, что свежее молоко, мясо, оно приводится у нас четко под заказ, то есть мы его на холодильник, так сказать, не принимаем, мы берем конкретный там, нужно там щука, судак, килограмм телятины, три килограмма творога, килограмм козьего сыра, нам это привезли, мы это взвесили, переупаковали и отвезли клиенту. У вас фирменную упаковку? У вас есть? Безусловно. Упаковка фирменная, бронзированная, да, то есть эти все вещи, там, так же птица охлажденная, она привозится и в этот день отвозится сразу клиенту, то есть это не хранится нигде, поэтому пропасть не успевает, не всего есть несколько единиц, которые могут пропасть, это колбаса там, да, ну, овощи, Олег уже их упомянул, но с этим вопрос тоже решается, если что-то пропало, мы просто клиенту не везем эти продукты. Я понял. А вот с точки зрения рентабельности доставки, ну, понятно, да, о чем речь, у вас есть там, условно говоря, какое-то там средство передвижения, вот, и бензин, да, и амортизация его, оно будет зависеть не от количества, того, что вы везете, а просто от расстояния между точкой А и между точкой Б, ну, условно говоря, вот та же самая газель, да, загрузили ее одной палкой колбасы и бидоном молока, либо забили ее под крышу. Доставка такая, или она может быть... Тонкая тема? Тонкая, да вот расскажи, пожалуйста, я очень люблю тонкие темы, может быть, это будет зависеть как раз, да, если один клиент заказывает палочку колбасы, мы говорим, это будет дороже, потому что мы для тебя повезем, да, для клиента это не играет никакой роли. Супчик из Париж, помните, да, у классика, супчик, 7 супчиков, из Парижа доставлен на специальном самолете. Вот поэтому Олег упомянул, что есть конкуренты, которые, скорее всего, представляют свои странички в интернете, потому что вот та тонкая тема, которую сейчас подняли, тема логистики, да, как раз она не позволяет многим развернуться здесь, потому что клиент, который купил в интернет-магазине палку колбасы либо бутылку молока, если это всего, если придется всего лишь нам ее одну привезти, там, за какие-то большие деньги, там, за полторы, за две тысячи рублей с вами заставки, из Подмосковья к нам в офис, да, то эти сдержки лягут на нас, в первую очередь. Клиент, как платил там 100 рублей за литр молока, например, так и будет платить. Потому что мы считаем, что с увеличением объемов эти сдержки, они выровняются доходы. А пока они минусовые? Ну, сейчас уже проект выходит на окупаемость, там, осталось немножко, но первое время, сколько, с июля месяца, как только мы открылись, работали в минус по многим позициям, в том числе молочный продукт, продукт скоропортящийся. И вот по этим причинам, да, либо не успевают? По этим причинам многие не доживают до этого момента, когда проект вышел на окупаемость, и когда деньги просто раскладываются сами свои, их нет, там, кто-то, может, не рассчитал, кто-то еще по каким-то причинам по-разному не дожил до этого момента, поэтому здесь трудно говорить о каких-то быстрых деньгах, их здесь, ну, не, ну, я не думаю, что мы говорим о быстрых деньгах, просто есть некие понятия, рентабельности, связанные вот прежде всего с тем, о чем мы говорим, ты про тонкий момент, вот он в этом тонкий, что приходится на свои плечи водоружать расходы, Просто доставка, она, вот, для клиента, по сути, одна доставка, да, вот, от фудброкера к нему, потому что в чем наше преимущество, да, вот, опять-таки, в чем преимущество фудброкера от монофермерского хозяйства какого-то, да, который самостоятельно доставляет, да, для клиента, в первую очередь, преимущество в том, что мы агрегируем под собой порядка 20 фермерских хозяйств с качественным продуктом и даем тем самым ассортимент, широкий ассортимент, начиная там с северными деликатесами, там, мясными голубями, там, молочной продукции, рыбы охлажденные, речной, дикой рыбы, ну, что я поверил сегодня, чтобы клиент имел, имеет преимущество работая с нами, потому что он может сам это сделать, да, почему сервис по доставке фермерских продуктов, потому что мы не скрываем наших поставщиков контакта, да, клиент наш может приехать там, взять напрямую, скажем там, птицу, да, в одном месте, это, скажем там, 100 километров от Москвы, да, Истринский район, Истринский район, ну, там, 50 километров Истринский район, съездить там в Камешкир за колбасой 700 километров, да, там, на север, там, за северными деликатесами. Все условия, да, хочешь поезжай 700 километров, 5000 километров, он потратил сколько на это время, а мы, сервис, мы даем эту доставку, то есть мы даем вот в одном среднем заказе у нас порядка 7 продуктов, это где-то 3-4 поставщика, мы экономим для нашего клиента время в том, что он не ездит по всем этим поставщикам, получает это все с доставкой на дом, получает сервис. Поэтому доставка, тонкий момент, в каком плане? Мы агрегировали доставки, потоки, да, продукции, качественные, к нам в офис, под заказ для конкретного потребителя. Это один момент. Почему надо приехать только вот по одному адресу, да, по адресу вашего? Да, это один момент. Либо заказать курьера с доставкой домой. Второй момент, доставка до клиента. Доставка до клиента, стоимость ее регламентирует рынок, то есть зачастую мы доставляем, ну мы за каждую доставку, мы своему, собственно, доставщику доплачиваем, да, то, что дает клиент, там доставка стоит, там, 300 рублей в среднем по рынку. Она не окупает те затраты, которые мы платим доставщику. Ну мы в любом случае выезжаем за счет того, что у нас какая-то маржинальность сидит в самом заказе. Поэтому он и тонкий, то что доставку до клиента формирует рынок, а доставку до нас формирует менеджмент внутри компании. То есть как грамотно ты подобрал поставщиков, соблюдая качество и, собственно, удобство доставки для тебя. Олег, у меня вопрос еще один есть, вот объясни, пожалуйста, логику. Смотри, ты говоришь, я, в принципе, клиенту предлагаю, хочешь, сам поезжай, да, и какой-то может сделать, ну это, наверное, не за 700 километров, а где-то вот в пределах Московской области, там, быстро тоже съездить, заодно подышать воздухом, да. Тебе какой от этого навар, что он сам поедет-то? Он поймет честность нашу, да, то есть это подчеркнет и расскажет своим знакомым, что он поймет реально, в чем ценность, почему сервис доставки. Он возьмет, вот, допустим, у Оксаны, у Ирины Петровой, в Истре-свом районе, купит у нее птицу, приедет там, там, семь наимнований птиц, но он у нее не купит там молоко, либо не купит там речную рыбу свежую. Потому что у нее просто нет. Да, а он же кушает не только одну птицу, а он кушает и хлеб кушает, он кушает и рыбку, да, и мед кушает, и варенье там, и чай. А это все в разных местах. Вот поэтому, собственно, он может доехать, убедиться, взять себе, да, он расскажет потом еще своим, собственно, друзьям и родственникам, что да, есть такая Ирина Петрова, можно у нее купить птицу, а можно вот в городских ковбоях купить и птицу, и рыбу, и при этом сэкономить время. Потому что мы живем, в первую очередь, не из-за денег, да, ну, по крайней мере, там, есть такая, мы верим в том, что люди не только из-за денег живут, а живут еще ради того, чтобы жить. А время — это тот ресурс, который не купишь за деньги. Это единственный ресурс, который невосполняемый у человека. Вот каждому определенный какой-то промежуток времени. И как он его проведет, это вот, собственно, он сам распоряжает, сам управляет, менеджерит это время. Я понял. Либо в поездке к Ирине Петровой за птичкой, да, либо он скажет, ребята, мне привезут, что я буду тратить? Да, а я в это время буду там со своими детьми, со своей семьей там. Ох, ребята, очень мне нравятся ваши позиции, если честно хочу сказать. Вот очень нравится. Хотя, может быть, к сожалению, она не очень популярная. Вернемся к конкуренции все же. Итак, как выглядит этот рынок-то? Конкуренция. Рынок выглядит... Во-первых, он только формируется. Мы в это свято верим, что Россия — аграрная страна, и она способна накормить и Китай, и Европу. Ну, до Америки далеко, но, по крайней мере, Китай и Европа этого рынка для нас вполне хватит. То есть, как только, допустим, у нас заканчиваются какие-то природные ресурсы, мы способны накормить все это дело. И у нас раньше это все было. И мы в это свято верим, что находятся такие люди, вот городские ковбои, которых мы сейчас объединяем. С ними реально очень интересно общаться. Мы уезжаем на целый день на эту ферму, они глаза горят, рассказывают, и нам самим интересно. Мы в струе. Про конкуренцию. Рынок формируется, потому что в Европе, в Америке он уже сформирован, там даже по телевидению, там всегда говорят, и в кино, вот я беру фермерский. И в России сейчас тоже постепенно это прививается. Люди понимают, начинают читать этикетку, что в магазине, чем их кормят, начинают задумываться, как это будет влиять на их воспроизводство, на их детей, на их внуков и так далее. И это дает нам какую-то аудиторию. А тема из-за границы все-таки пришла тоже, да? Тема пришла из-за границы, но есть еще какая тема. То есть рынок потенциально готов покупать фермерское зачастую. Вот из 100% наших клиентов только 10 готовы покупать через интернет. Остальные готовы покупать фермерские продукты, но они не привыкли покупать это вот чисто пока вот физически в интернете. Они привыкли это физически купить. Они готовы, может быть, покупать фермерские продукты, но они вот хотят это купить физически. Не, но в интернете это имеет в виду с точки зрения коммуникации. Интернет заказ на сайте, да? Можно купить холодильник. Можно позвонить и сказать это то же самое, правильно? Люди готовы купить телевизор или холодильник или что-то еще. А продукты не готовы? А продукты пока большая часть всего не готовы. Пока про психологические. Ну, постепенно мы, конечно, конвертируем таких людей за счет оффлайнах, у нас у самих шоу-рум. Олег, сейчас еще раз новости на Финал ФМ. Послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, вот осталось 12 минут последних. Как всегда, много очень интересного. Осталось, видимо, да? Не успеем мы об этом поговорить. Тем не менее, тема сегодняшней программы рынок фермерских продуктов в России. Мы обсуждаем, как этот рынок, собственно, выглядит. Я вернусь к своему вопросу. Действительно это так, да? Что это тенденция, это мода, это события, приходящие к нам из-за рубежа, потом каким-то образом ассимилирующиеся. И очень часто сталкивающиеся с ментальностью, да, российского, так сказать, восприятия. Вот, да, Максим, ты говоришь, что телевизор я готов купить, холодильник я готов купить, а продукты мне нужно потрогать. Продукты не готов купить, потому что продукты придется есть. Телевизоры можно посмотреть, не понравилось, пошел обменял. И поэтому мы стараемся сделать так, чтобы продукты было на интернете покупать удобно. То есть у нас есть стопроцентная гарантия качества и возврата. То есть если клиенту не понравился цвет, внешний вид, не дай бог там запах или вкус, то мы вернем деньги в стопроцентном формате, компенсируем там какой-то моральный ущерб за это, либо мы просто в будущем, при будущих покупках заменим этот товар на аналогичный, и все. И это реально работает, и людям удобно. Ну и в принципе... То есть реально работает, то есть люди возвращают, реально возвращают. Такие прецеденты были. Прецеденты были, но из общей массы заказов, которая сейчас была, их единичные случаи. Я боюсь, если говорить о ментальности, то я так предполагаю, возможны такие, знаете, спекуляции на эту тему. Ну знаете, люди разные бывают. Откусил, перекусил, а потом говорит, а мне не нравится. Конечно же, если такие люди, которых откусил, перекусил, не нравится, три раза он заказывает и каждый раз возвращает, то кажется, что такого клиента мы скорее всего перестанем обслуживать, потому что тут уже понятно элемент спекуляции, но в принципе в этом плане мы на 100% честны, и даже есть клиенты, которые при первых покупках возвращали продукты и имели даже какое-то недовольство определенное. Из ряда недопонимания при заказе, например, человек заказал молоко, а менеджер не объяснил им какие-то причины, что молоко имеет жирность, например, высокую. Человек хотел, наоборот, молоко не жирное. То есть об этом просто не говорили при заказе, или сделали акцию? На первых этапах, да, то есть не было, возможно, какие-то нюансы не были учтены, но были возвраты, ну и даже есть у нас клиенты, которые лично там делали возвраты, я сам оформлял, я сам общался с клиентом. Во всех случаях рекламации я лично общаюсь с клиентом, по крайней мере стараюсь это делать вживую или по телефону, потому что мне важно понимать, почему товар, почему продукт вернули. Вот, и даже есть случаи, когда после возврата продуктов клиенты опять к нам возвращаются, потому что мы, во-первых, вернули деньги, во-вторых, мы компенсировали товар и показали, что он реально качественный, то есть то, что показывает клиент, что его не обманывают. Его не обманывают, да, самое главное. И такие люди стоят с нами надолго, они потом нас заказывают, нас рекомендуют своим друзьям, пишут там приятные письма, которые очень приятно читать, и понимаешь, что ты работаешь, и вот он результат. Причем опять, почерпнем, не обязательно денежный, да? Ну да, тут денежный результат пока тут на втором плане. Тут человеческие эмоции какие-то во всем этом есть, начиная от поездки к фермеру, общения с клиентами, то есть здесь мы чувствуем, что мы делаем что-то, что-то стоящее в своей жизни. Ну, и тем не менее, если позволить, я все о своем, все-таки вот этот вопрос меня тоже тревожит. Ну, вы говорили о том, что вы выбираете поставщиков, да, в чем так достаточно серьезно подходите к критерии, все. В конечном итоге приходите к одному, ко второму, третьему, видите брест в глазах, да, человек действительно, там, уехал из города, ну, у него там есть бизнес, а может быть нет бизнеса, у него теперь вот то, в чем он живет. А нет опасности того, что этот брест в глазах, ну, через какое-то непродолжительное время у него пропадет, потому что его теперь на новом месте опять одолеют обычные бытовые заботы, и он опять уйдет в рутину, теперь уже она будет иначе выглядеть, не так, как в Москве или там в городе в другом. Все, и он скажет, ребята, знаете, мне сейчас не до вас с вашими вот этими максималистскими заскоками, давайте-ка ищите другого поставщика. Такая вероятность, конечно, есть, но если вернуться к истокам, то есть как люди организовывают фирменское хозяйство, оно не делается за одну секунду, да, и человек, который начал его делать, приложил там много усилий. Иногда это колоссальное усилие. И вы приходите уже к такому человеку, да, который... Ну, у нас небольшие фермеры, но понимаете, что там даже завести там пять коров или пятнадцать куриц, нужно вначале сделать инфраструктуру, кучу информации разнообразной изучить, где-то ее почерпать, наступить на грабли десятки раз. Поэтому люди, которые этим занимаются, они, как правило, входят туда надолго. И даже если вдруг они передумают когда-то уйти, ну, как бы это их решение. Мы на то и есть. Ну, то есть у вас текучки особые. Почему удобно работать с футброкером? Потому что мы в рамках нашего... в рамках нашей идеологии обеспечиваем для людей качественный продукт. Если... Мы всегда стараемся обзванивать наши клиенты, получать, что конкретно там, что понравилось, что не понравилось, да, чтобы получить обратную связь, как-то скорректировать фермера, если это возможно, либо его заменить. Ну, случаи замены у нас там единичные, потому что достаточно долго потратили время на поиск, и очень качественно мы отбирали, скрупулезно. В плане... Мысль потерял. Ну, ничего страшного. Я еще... Сейчас... Так, так, по... Ну, ничего, Олег. Сейчас ты мысль эту найдешь, потому что, еще раз, я напомню, мы же говорим о том, что вы как субброкеры, да, вы пытаетесь... А, да, вот. Как раз это... Да, мы... Для того, чтобы клиент получал сервис, мы можем работать там с одним фермером. Ну, да. Если у него вдруг что-то там начинает не получаться, он говорит, ребят, там, извините, даже жизненные обстоятельства изменились, мы какое-то время подбираем ему замену качественную, да, и заменяем это все дело. Другое дело, когда монохозяйство, он не может заменить картошку, которую у него в этом году там червь съел, там, да, жуткая. Он вынужден сказать, что у меня в этом году картошки не будет. Да, то есть там, как правило, огороды там, ну, там, огромные, и он же не может заменить, он ее вынужден будет там либо где-то там закупать, либо скажет, ребята, извините, в этом году картошка вот с проволочником, да. Это очень... Это что такое проволочник? Ну, это такая... Такой жучок, жук, который прогрызает картофель изнутри и оставляет после себя черный свет. Такие длинные туннели, возможно, видели, то есть картошку, когда режешь, такие длинные туннельчики, сквозные бывают. И мои познания в этой области заканчиваются, начинаются коваратским жуком, потому что, да, в свое время это было очень модно. Модная тема. И сейчас она тоже актуальна, и борьба с ним еще актуальна, особенно способами экологически чистыми, то есть тоже тут есть куча разных нюансов. Кстати, по поводу... Проволочника. По поводу... не проволочника, а насчет вопроса Олега, если фермеры вдруг не захотят заниматься своим делом, да, мы... Ну, то есть у вас... Да, для вас риски, риски, вот я оцениваю, да, вы уже ставите на определенное количество ребят, которые работаете, все, наладили. Потом раз один отвалился, второй отвалился, третий отвалился, и все, и вы остались. Я уже говорил, что это не делается за один день, фермерское хозяйство. И еще хочу добавить, то что мы планируем введение системы сертификации собственной, которая позволит контролировать качественно... Собственной, вашей собственной. Да, да. Собственной системой сертификации, которая тоже обяжет фермера нашего... Ну, они и так, в принципе, работают по каким-то стандартам, которые сейчас негласно утверждены. Но мы все-таки хотим сделать, чтобы это было... Это было гласно. ...более прозрачно, да, чтобы реально были какие-то инспекции, там, пробы взятые, и чтобы все эти документы были в открытом доступе. Так как системы сертификации в России как таковой, экологически чистой, нет, она только разрабатывается, то мы, возможно, будем разрабатывать аналог какой-то системы для себя. А есть у вас такая возможность? Для этого не нужно быть научно-исследовательским институтом или Академией наук Российской Федерации или Кембриджским... Для начала эта система вряд ли будет иметь какую-то законодательную силу, но она будет... То есть вы будете говорить, у нас вот такие правила игры, да? Ну да, она будет прообразом, потому что можно взять аналоги за границей, это же не первый год, то есть в Америке одна система сертификации, у них там био... В Европе органик, например, в России тоже будет наверняка какая-то система сертификации, но пока никто не знает, какая. Мы тоже хотим содействовать на этом уровне, чтобы как-то... Ну как минимум, да, вы хоть в этом направлении будете двигаться, потому что в России будет, конечно, система сертификации, но когда она будет, когда до этого дойдут руки, потому что сейчас, понятно, да, руки занимаются какими-то другими, видимо, более глобальными вещами. Еще один вопрос, времени очень мало, к сожалению, вопросов у меня чем дальше, чем больше к вам. Вы все время говорите мы, 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 мы. Вот вижу я вас двоих. Очевидно, что вдвоем вы, хоть вы и парни деятельные, сразу это чувствуется, но вдвоем вам вряд ли справиться с этим. У вас персонал, большой персонал в вашей конкретной компании, да, и кто эти люди опять. Вы энтузиасты, да, хотя вы профессионалы в своем деле, наверное, но все-таки вот для меня вы прежде всего энтузиасты, да, вы все время говорите об эмоциях, вы все время говорите о блеске в глазах, о чем повторю еще раз бизнесмен, не каждый раз упоминаю. А кто с вами работает? Олег расскажет. У нас работают менеджеры, которые принимают звонки. Это две девочки, которые, так сказать, работают с клиентами, обрабатывают звонки, занимаются маркетингом, занимаются... У них тоже блеск в глазах есть? У них, безусловно, блин, иначе мы... Это как наши, так сказать, руки. Ну, Маши, руки, смотри, вы владельцы компании, ваш блеск в глазах можно, еще раз повторю, многими вещами, да, объяснить. А они у вас наемные работники. У них блеск в глазах очень часто совпадает с цифрой в ведомости. Это... Эти люди с нами с начала основания компании, даже... То есть они на тех же позициях стоят, да, вот на... Ну да, то есть они... Труистически, извините. Они разделяют те же самые ценности, которые мы разделяем, в первую очередь. Вопрос денежный, конечно, тоже важен, но не настолько, чтобы... Чтобы он был главным, да, то есть они главные здесь. Хотя, в принципе, денежный вопрос решен достаточно хорошо, я думаю, Ну, то есть они не в обиде, не в обиде. Хорошо, две девочки-менеджеры. Одна упаковщица, мы, и доставка на сорсинге. То есть у нас есть как привлеченная компания, так и есть собственные водители, которые занимаются доставкой до наших конечных клиентов. Штат компании практически пока небольшой, но эффективный. Это эффективный, нет, это очень... Опять-таки на рентабельность, да, это напрямую связано с рентабельностью. Вот у вас наверняка планы, планы в громадье, вот в отношении чего, да, ну вы наверняка хотите расти, расширяться, в отношении чего. Увеличивается ли география, да, охват этих самых фермерских хозяйств, которые вы смотрите? Планы на перспективу. Это ассортимент, включающий в себя не менее трех тысяч наименований. Наименований. Серьезно. Это открытие в течение двух лет порядка ста розничных точек по Москве физических. Вау! Это фермерское собственное подворье, в котором будут выращиваться какие-то передовые интересные культуры. Ваше собственное. Да, да. Кафе, в котором можно будет прийти вечером и насладиться фермерскими продуктами в духе городских ковбоев. Да, да, да. Это, собственно... Кстати, те ребята, которые, помните, да, дизайнеры, которые наверняка вам помогут с точки зрения формирования внешнего облика какого-то, да? Ну, здесь у нас, благо, опыт богатый. И свой есть. Да, есть свой, достаточно привлекательный, и он несет в себе действительно нашу идею, наши ценности. При этом... Ну, как минимум, да, в случае развития вы смотрите вперед, я так понимаю, достаточно перспективно, далеко смотрите, да, не видеть никаких препятствий. Ну, препятствий, конечно, много. Максим, извини, ради бога, опять мы заговорились. Да, времени мало. Спасибо огромное, что вы были сегодня в гостях. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. В общем, фермерское хозяйство это наше будущее. Финамы...